Итак, мы продолжаем. И прямо сейчас открывается программа основного карда. Поединок в полусредней весовой категории. Добро пожаловать в синий угол клетки. Встречайте, файтер из Тюмени, Вадим Недостолб. Начинается основной карт сегодняшнего турнира. Итак, Вадим Недостолб против Александра Швабского. Вадим – опытный бойец из Тюмени по прозвищу «Сибирский Казак», представляющий спортклуб «Кречет» и команду «Рубоксинг». Вадим – чемпион мира по ММА по версии К9. И также он является тренером по рукопашному бою и ММА. По профи провел уже 15 поединков. Начал в 2016 году и сперва все складывалось не очень хорошо. Три поражения в первых пяти боях и еще один бой был признан несостоявшимся. Однако Вадим рук не опустил и вскоре пришли победы. Более того, Недостолб следом выдал девятиматчевую победную серию. Причем все победы были досрочными. Далее случилась соседчика в бою с Александром Гребневым. Ему Вадим проиграл техническим нокаутом. Последние же два поединка вновь сложились для Недостолба отлично. Евгения Тершукова надолел решением, а Ахмеда Ахмедова задушил. Всего 12 побед, 4 поражения, 1-0 контест, 3 победы нокаутом и 6 побед приемами. Уважаемая публика и добро пожаловать в красный угол клетки представитель Иванова Александр Швабский. Александр Швабский приглашается на арену. 7 побед, 6 поражений, его профессиональный рекорд. 97-го года рождения, 24 года этому парню, родом из Иваново. Его дебют состоялся в 2016 году, когда он одолел Махара Хугатти. Затем последовательно разобрался с Вусалом Перевердиевым, причем дважды и Петром Бергом. После чего последовали поражения от Никиты Соломина, Станислава Реуса и Ахмеда Магомадова. В 2021 году провел два поединка, проиграв Боризу Умарову и Денисламу Камавову. А последняя победа была над Рамазаном Амировым во втором раунде. В своих поединках Александр, как правило, работает с дистанцией, очень осторожно расстреливает одиночными ударами. В особенности любит сайдкики, неплохо встречает сайдстепом, когда оппонент стремится к сокращению дистанции. В партере старается просто сдержать натиск оппонента, работая на удержание. Итак, я представляю вам участников схватки. И первым бойца, который стоит по правую руку от меня и выйдет на этот поединок из синего угла. Ему 29 лет. Его официальный вес на данный момент 75 килограммов, ровно при росте 175 сантиметров. Его профессиональный рекорд 13 побед при четырех поражениях. Представляющий Союз славянских бойцов РУ Боксинг из Тюмени по прозвищу Сибирский Казах. Вадим Нетостов! И через клетку, напротив, его соперник, который выйдет на этот поединок из красного угла. Бойцу 24 года. Его официальный вес 73,4 килограмма. При росте 177 сантиметров. Его профессиональный рекорд 7 побед при шести поражениях. Представляющий клуб «Пудосан» Иванова. Дамы и господа! Александр Швабский! Почти на середину и рефери вашего поединка, господин Колесников Александр. Парни, вы профессионалы, правила знаете. На протяжении всего поединка внимательно слушаем мои команды и активно защищаемся. Можете пожать руки, и мы начнем. По углам. Александр Колесников рассудит данный поединок. Вадим недоступ, Александр Швабский. Готов? Готов? Время! Первый раунд! Бой! Итак, поехали! С точки зрения послужных списков определенное преимущество есть у Вадима недоступа. С лоу-кика начинает он свои атаки. Швабский в своей манере, не спеша, начинает расстреливать с дистанции. Широкая стойка у Александра, которая свойственна выходцам из кикбоксинга и тейквондо. Здесь шею пытается прибрать, ноги закидывает Швабский. И выходит на генетину. Причем хороший захват. Да, более плодный контроль необходим. Третья попытка. Кладывается. Но нет, освободился в итоге. Вадим недоступ, и он оказывается в более выгодной позиции. Гард закрыт. Александр Швабский умеет сдерживать натиск соперника. В партере у него это неплохо получается. В недоступа. Три победы нокаутом и шесть побед приемами. Так что бороться он тоже очень хорошо умеет. Но пока намерен разбивать оборонительные редуты оппонента. Никак не удается недоступа подключить локти. Швабский неплохо завязался. Да, очень грамотно. Отрабатывает в защите. Придерживает руки. Закрыл замок. Да, здесь была возможность слэма, но не получилось. И Александр Колесников рефери встреч уже сделал замечание. Одно. Необходимо быть Вадиму поактивней. И в итоге он поднимается. Эта борьба не получилась, по большому счету. Кто будет точнее с дистанции? Центр остается за недоступом. Промахивается Александр Швабский. И недоступ снова пытается перевести его в партер. Забирает спину. Да, хороший контроль. И здесь вращение уже от Швабского. Вновь он пытается взять на удушающий прием. Пока не получается. Кстати, спортсмены даже не дотянули до лимита полусредней весовой категории. Есть в мире смешных диноборств такое понятие, как и суперлегкий вес. И скорее эти бойцы выступают именно в нем. Поменял стойку, но лишь на мгновение. Александр Швабский. Как раз-таки Вадиму недоступу нужно сокращать дистанцию. Справа он сейчас попадает. Здорово. Пытается провести еще раз такую же атаку. Не получилось. Здесь перевод. Уверенный, четкий. Но вот с контролем могут возникнуть определенные проблемы. Чуть менее двух минут до конца первого раунда. Складывается такое ощущение, что Вадим недоступ специально отдает шею Александру Швабскому, чтобы тот взял ее на гильотину на какое-то мгновение. А потом Вадим недоступ спокойно выбирается. При этом Александр Швабский оставляет немалое количество сил. Есть такая тактика. И при проведении подобных удушающих приемов очень быстро закисляются руки, очень быстро устают соперники. И, возможно, это, да, часть плана. Здесь боковой контроль пытается соорудить для себя. Недоступ, но не получается. В итоге гард, который пока открыт, смотрим за работой ног в том числе. Ну что ж, Шваб вновь к активности будет, видимо, призывать рефери. Попадает слева Вадим недоступ. Еще одна атака проходит у него. Александр Швабский пытается прижаться максимально плотно. Пропускает по корпусу. Все-таки некоторые удары доходят до цели, пусть и вскользь. Похоже, что тяжело дышится уже Вадиму. А это только первый раунд. Нос разбит у Швабского. И слева атака проходит. Казалось бы, не глядя, а удары точные. Высоко работает ногами уже. Здесь Швабский пытается забросить ногу. Но нет, треугольник пока не закрывает. Есть риск. 18 секунд уже слишком мало времени. Но можно было поработать в Раббергарде. 10 секунд до конца. Еще один удар слева. От Вадима недоступа. И перерыв. Александр Шлеменко на ваших экранах. Там много гостей. Именитых гостей из мира ММА на этом турнире. Иногда кажется, что Александр Шлеменко редко уезжает из Москвы, а не из Омска. Хорошее было попадание через руку в область виска. Но здесь сориентировался в итоге. Недостоп. И вот ответил тем же. Ну что ж, похоже, с точки зрения борьбы у бойца из Тюмени определенное преимущество будет присутствовать и дальше. Просьба покинуть пределы клетки. Немного затянулась пауза. Готовь, тяни. Готов? Готов? Второй раунд. Бой! Возобновляется бой. По статистике, недостоп впереди. Смотрите, как тяжеловато дышит Швабский. У него открыт рот. Видимо, все-таки проблемы с носом определенные есть. Попытался достать корпус Александр Швабский, но не получилось. По движению корпусом и по левому джебу недоступ чем-то напоминает Дмитрия Бекрёва. Флоу-кик. Захватил ногу сейчас, Вадим недоступ и пытается перевести. Понимает, что там у него шансов больше. То же самое делает Александр Швабский. Опять прибирает шею и фактически на те же грабли наступает Александр. Позицию он потерял. Времени теперь очень много. Постарается, возможно, опять ногами работать выше. Ну а недоступа необходимо все-таки как-то оттягиваться от соперника и наносить удары, что он и пытается делать. Классическая работа по корпусу и по голове. Попытался сейчас взять на болевой, но не получилось. Да, Швабский ждет своего шанса. Отличное попадание от Вадима. Снова прихватывает руку Александр Швабский. И ждет. Необходимо быть активнее недоступа, иначе рефери поднимет. Справа попадание есть. А вот здесь ногами в лицо бить нельзя. Нужно быть очень аккуратным. Вот он, треугольник, срывается. В итоге... И опять гард. Вновь поднимается на ноги Вадим недоступ. Немного продвигается вперед за счет корпуса, накатывает, оказывает давление. И здесь необходимо обходить защиту как-то. Вот так вот. Что он и делает. Здесь возможный бульдог челк. Ну или хотя бы, да, отключение руки. И вообще тогда досрочная победа будет уже не за горами. Мастит, выворачивается. Александр Швабский отдает спину коленом. Все по правилам. Разбито лицо. Там кровь его заливает на стил. Еще порцию ударов. Клинч. Бросок не получается. В очень тяжелом состоянии Александр Швабский находится. А как он такая посадка? Здорово. Очень работает. Вадим недоступ. Близок к досрочной победе. Но пока Александр Швабский не сдается. И возможно там непросто разбить нос. Возможно он и сломан. Да, заливает лицо кровью. Очень непросто. И сейчас даже не пытается закрыть он замок. Он пытается просто продышаться, прийти в себя. Но недоступ неумолим. Да, может быть немного не хватает Вадиму темпа. Но в его преимуществе нет никаких сомнений пока. Да, и кровь мы видим, что уже заливает даже в глаз. Пробивает по печени несколько раз Вадим. Но вперед опять же не продвигается. Пока защиту не обходит. Он понимает, что время работает на него сейчас. И никуда не спешит, не форсирует события. Просто обрабатывает корпус. Если есть возможность, атакует голову. И вот так по спине работает Александр Швабский. Да, здесь нельзя, конечно же, наносить удары. Позвоночный столб. Об этом все время напоминают судьи. Ну что ж, пока не обходит гард. Вообще это целое искусство. И бывает, что в Бразилии на турнирах по джиу-джитсу собираются целые консилиумы специалистов по тому или иному способу обхода гарда. Все, руку забирай правую. Тридцать секунд. Забирает спину сейчас Вадим недоступ. Попытался развернуться. Александр Швабский. Вставляет руки. Проявляет, безусловно, волю, характер Александр. Но уступает по всем статьям. И здесь уже можно и не смотреть на статистику. Все понятно. Без слов. Швабский попытался локоть подключить при развороте. Но не получилось достать. И раунд завершен. Закончился второй раунд. Сейчас катманы поработают максимально активно в углу Швабского. Там еще гематома. Он говорит, что да, буду продолжать. Но под правым глазом серьезный фингал. Он уже налился. Смотрим еще раз наиболее яркие моменты. Несколько попаданий по корпусу. Перевод на голову. Все пропустил Александр Швабский. Действительно, надо ли продолжать? Боец, конечно же, не откажется. Но вот тренерский штаб может принять и иное решение. Заканчивается перерыв. Врач появляется в клетке. Возможно, будет и остановка. Или же... Нет, все в порядке. Бой продолжится. Поединок возобновляется. Всем понятно, что Вадим Недоступ попытается снова перевести Александра в партер и контролировать его там. Швабский идет вперед. Вновь удар с разворота. И здесь натыкается на тейкдаун. По большому счету все-таки навстречу. Опять легко отдает Недоступ шею. Все, мы это уже видели. И сейчас, скорее всего, освободится Вадим. Здесь уже боковой контроль. Можно бить локтями. В ту самую зону. Очень легко выбирается Вадим Недоступ. И при этом перевел также спокойно в партер Александра Швабского. Александр как будто не понимал, что Вадим будет делать. Кимура тоже возможно. Но нет. Мы видим, что пытается залезть в маунт. И это удается Вадиму Недоступу. Все очень печально. Для Александра Швабского полетели удары. Он мастит, отдает спину. Удушащий возможен. И поторопился. Сейчас Вадим. Это шанс для Александра. Садится в маунт Александр Швабский. Но сумеет ли удержаться? Нет. Не смог удержаться. Александр нет контроля. В партере. И Вадим Недоступ вновь в позиции гарда, как это было во втором раунде. Также будет сейчас наносить он удары. И, видимо, будет он уже более осторожным. Прижимайся, прижимайся. И Шею не давай. Да, не так много сил осталось. Это понятно. Но необходимо работать. Причем делать это активно. Пытается прорваться через защиту Вадим. Безуспешно. Здесь есть риск-треугольника. Хороший момент. Действительно большой шанс для Швабского. Но не тут-то было. Пытался развернуться, но не получилось. Снова в халфгарде. Вадим Недоступ. Обрабатывает корпус. Флот удар по корпусу. Очень тяжело приходится Александру Швабскому. Не позаидуешь. Удушающий через руку. Нет, пока не получилось. Но при этом локоть ставит. Ждем и смотрим за движение левой ногой. Оно происходит. Спина забирается. И здесь можно тоже попытаться провести удушающий прием. И необходимо растащить, что и делает здесь. Позиция бэкмаунта. Есть замок. Подбородком помогает тебе Александр Швабский. Но, похоже, это может уже и не помочь. Да, снимает он руку. Нет. Реан-некид-челк не проходит. Здесь можно и отсюда задушить тоже. По-прежнему полный маунт. Он становится все выше и выше. И вот сейчас у Швабского есть небольшой шанс одним резким движением вылезти из-под соперника. Попытался сейчас встать на мост. Не получилось. Пробивает корпус. Вадим недоступ. Швабский прижимается. Ничего другого не остается. И недоступ спокойно подбирает темп. Еще один удар. Грамотная работа по корпусу. Переводит на голову. И разворачивается Александр Швабский. И поднимается. Но лишь на мгновение, чтобы снова упасть. Да, борьба продолжается. Чуть больше минуты до конца. Но Вадим недоступ неумолим. Просто коршуном он бросился в следующую стадию борьбы. Отключает. И переходит ногу. Несколько ударов наносит сейчас. Александр Швабский снизу. Это все, что остается делать. 45 секунд до конца. Алфгард. Удар по корпусу. От Вадима недоступа. Делает Вадим одно и то же, но он оказывается в максимально выгодной позиции раз за разом. Опять полный маунт. Нужны удары. Вспевает смотреть кто-то в сторону. Локти не подключал практически в третьем раунде Вадим не даст стоп. Ну и так, в этом противостоянии уже все абсолютно ясно. Празднует победу, похоже, уже бойца стимения. Да, весьма односторонним получился этот поединок. Александр Швабский так и не смог решить проблему перевода в партер. Эти проблемы были у него и раньше. Ну и здесь Вадим недоступ воспользовался этой слабостью. Слава Сипири, слава славянам, русским воинам. Спасибо организаторам за предоставленную возможность. ММА серия ТОП. У нее большое будущее. Так что хочу еще биться здесь. Спасибо большое Федору за предложение. Ну и, конечно же, слава богу, что мы высокие бойцы, а не кто иные. На середину бойцы. Итак, уважаемая публика, в этом поединке в полусредневесовой категории, после трех раундов смешанных боевых единоборств, единогласным решением судейской бригады, победу одержал Сибирский Казак. Вадим недоступ. Поздравляем, Вадима, с этим успехом. Ну а Александру, зная, не расстраиваться. И как бы наскорее залечить вчера. Вот здесь был неплохой шанс у Александра Швабского в самом начале боя провести все-таки гильотину, но потом уже все пошло по сценарию Вадима. Да, получился очень интересный поединок. Ну а Александру Швабскому желаем скорейшего восстановления и, конечно, поработать активно над борьбой, особенно в партере. Редактор субтитров А.Семкин